Дорогие друзья, дорогие служащие, это слово сегодня хочу читать из Библии, каким должен быть христианин. Вот как Библия пишет, каким же должен быть, кто читает Библию и старается жить, потому что там написано. Очень интересно, с таким человеком каждый захочет жить. Я вот сейчас прочитаю вам это к посланию к Ефесянам, 4 глава, 22 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, пред не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для наседания, вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. «Всякое раздражение, и ярость, и крик, и гнев, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Правда, вот когда читаешь перечень этих всех качеств, добрый, качеств в человеке, то тогда вот хочется быть христианином, и хочется жить только с христианами, потому что они вот такие, как здесь написано. «Они всякую ложь отвергли». Вот вы знаете, иногда неприятно даже, вот я с верующими спрашиваю, как дела у тебя, и ты видишь, ну ему плохо, как-то хочется помочь, может помолиться, может, ну не знаю. А он говорит, нормально, как дела, нормально, а ты видишь, ему плохо, ему ненормально, нехорошо, надо бы, но он привык все время говорить неправду. И вот так интересно, она вкрадывается неправду, неправду, здесь маленькие вроде бы неправды, и потом это делаются большие неправды. Он говорит, кто крал, впредь не кради. Вот и мне интересно, как люди работают и с финансоотделом города. Вот нам надо обязательно показывать, сколько ты зарабатываешь, из этого у тебя финансоотдел берет там какие-то деньги, налог, да. И вот люди, особенно богатые, они стараются вот как-то сделать так, так бумаги подогнать, чтобы с них взяли меньше. И да, интересно, вот действительно, настоящая неправда, они просто воруют у государства иногда. Я думаю, это вот так вот, ну неправильно все. Потому что из тех денег, которые государство берет, опять-таки строят дороги, строят, так сказать, у нас медицинское обслуживание, другое, школа бесплатная. То есть из этих денег, они же потом и идут, да, там не всегда все бывает верно. Тем не менее, ты у кого-то что-то украл, это должно быть, вот у христианина не так. Он говорит, гневаясь, не согрешайте. Вот интересно сказано, что гневаясь, то есть каждый как-то гневается, вот что-то тебе расстраивает тебя. Но в этом состоянии не согрешай. Скажи так, чтобы не обидеть другого человека. Но он говорит, и если что-то случилось, то вот сказал не так. Он говорит, солнце, да не зайдет в огни виватом. То есть до вечера попробуй примириться, признаться, что я не так сказал. Не то, что вот солнце уже заходит, а ты вспоминаешь сегодня вот то и то неправильно. Ты стараешься все это опять сделать, чтобы мирно, тихо можно было лечь спать с Господом в сердце. И что интересно, он говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены на день искупления. То есть когда нас Христос принял, когда Он нам все простил, когда мы пришли к Него, просили, как грешники, прости Господи, Он нам все прощает. И вот Он потом этим Духом Святым живет в нас, Он говорит, не делай так. Вот ты чувствуешь прямо, как очень крепко, это я не могу сделать, а это могу. То есть не делай то, что Дух Святой тебе подсказывает, не делай, потому что этим самым ты оскорбляешь этого Духа Святого. Он говорит также, что всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Видите, как интересно, все-все-все важно. И как ты раздражаешься, и какой у тебя тон, и как ты, так сказать, в злобе, или ты говоришь, или ты говоришь все же по-доброму человеку. Интересно, все-все играет роль. И в конце концов, чтобы простить каждого человека, уметь простить, это не всегда бывает легко. Я вспоминаю эту женщину, которая так долго шла к прощению, человеку, который убил ее дочь. Она, так сказать, покаялась и все. Но она знала, этому человеку она не может с ним встретиться. Она молилась. И вот интересно, потом, да, Бог дал так, что она когда-то смогла попасть в его камеру. Это было для нее целое испытание. Вот когда она зашла к нему туда, в эту камеру, и там стояли, так сказать, там было полицейские, там были, так сказать, те, которые опекали это все, потому что не знали, что будет. Зайдет она в эту камеру, и она идет к нему. Человек уже болел тогда, вот этот убийца, который убил ее дочь. И она идет к нему, подает руку и говорит, я прощаю тебя так, как простил меня Христос. И те люди, которые были здесь, да, вот там было 3-4 человека, они просто, они заплакали. Никто не мог, так сказать, же все выдержать, потому что простить убийцу твоего ребенка. Но и это возможно. После этого этот человек здесь, он, насколько, так сказать, его это все изтронуло, он плакал, он, так сказать, он не мог уже ничего не сделать. Но вот так было в жизни. Она простила его. И то, что она простила, это прочувствовали все, которые были в этом помещении. Я сам слышал, как эта женщина рассказывала об этом, и так трогала, мы плакали, потому что это было действительно невозможно. Настоящее прощение, оно трогает человека до глубины души. Если человек простил, то он знает, что он простил, и люди знают, что он меня простил. Поэтому говорит слово, прощайте друг друга. Вот так вот надо жить, да поможет нам Господь жить по Библии. И когда люди будут видеть нас, как мы живем, они скажут, Библия это хорошая книга. Она людей учит правильно жить. Пусть Господь вас благословит. Аминь. Аминь.